ЗВОНОК В ДВЕРЬ Смотрите на восьмом канале каждый день. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! Доброго здоровьица! В эфире программа в гостях у Геннадия Малахова. Программа для тех, кто хочет жить в гармонии с собой и быть красивым, молодым и здоровым. И с нами, как всегда, пропагандист здорового образа жизни Геннадий Малахов. И моя очаровательная помощница Екатерина Абревко. Заболевания позвоночника преследуют человечество испокон веков. Селители древности, применяя хиропрактику, врачевание руками, обследовали позвоночник и выискивали причины заболеваний и способы их лечения. Гиппократ считал лечение позвоночника важнейшей областью медицины. Когда болезней много, болезнь одна – позвоночник. Так он говорил. Несмотря на огромный опыт мануальной терапии, который накапливался веками, и на возможности современной медицины, люди по-прежнему страдают различными заболеваниями позвоночника. Так в чём же причина? Поговорим сегодня об этом. Тема нашей программы – «Укрепляем позвоночник». Сегодня в программе вы узнаете, как не допустить развитие заболеваний позвоночника, чем нужно кормить наши суставы, чтобы они всегда оставались молодыми. К нам в гости придёт певец Давид Каланадзе. Он поделится с нами уникальным рецептом масла от боли в спине. А я отвечу на письмо нашей телезрительнице и научу вас сделать специальную зарядку для ровного и здорового позвоночника. Геннадий Петрович, целители древности, учёные, они утверждали так, что человек молод, здоров и счастлив, пока гибок его позвоночник. Вот как вам кажется, прошло много лет, много веков с тех пор. Что-то изменилось в этом отношении? Или они до сих пор правы? Катюша, они до сих пор правы. И почему? Потому что, увы, физиология и анатомия человека не изменились. Человек должен ходить прямо. Позвоночник у нас поддерживает буквально-таки всё тело, внутренние органы, чтобы они правильно располагались, чтобы сердце было здорово, чтобы лёгкие дышали, чтобы голова держалась прямо. И любое искривление позвоночника сразу же сказывается на работе внутренних органов. И начинаются проблемы. Они начинаются потихонечку, не спеша, незаметно. И вряд ли кто-нибудь скажет, что, допустим, у меня печень или сердце, или почки заболели от того, что у меня там искриваются позвоночники. А такое бывает? Конечно. Печень или сердце от позвоночника? Печень и сердце страдают. Почему они страдают от позвоночника? Да потому что они иннервируются, то есть управляются от позвоночного столба, от нервной системы, которая проходит через позвоночник. То есть нервы идут раз, и идут в почки, идут в печень, идут в сердце, идут в лёгкие. И как только мы с вами скривились, естественно, иннервация ухудшается, управление начинает страдать. А иннервация – это вот от слова нерв или нервация? К нерву идут управляющие импульсы к тому или иному органу. От спинного мозга, да, например, управляются почки, управляются печень. И как только этот сигнал начинает искажаться, начинает недополучаться, всё, значит, этот орган перестаёт нормально выполнять свою функцию. И что получается? Он не додаёт, он не выполняет свою работу, которая на него возложена в организме. И от этого начинает страдать весь организм в целом. Ужас какой! То есть вот, казалось бы, такая мелочь, всего лишь там как-нибудь сел, лёг неправильно, да? Геннадий Петрович, я хочу вас сейчас познакомить с нашим гостем, который тоже знает о том, что такое боли в спине. Хотя, казалось бы, всего лишь в детстве там был какой-то сколиозный, который, как правило, все машет руками. Игорь, здравствуйте, проходите к нам. Доброе здоровьица! Здравствуйте! Здравствуйте! Давно хотел вас видеть. Мечты сбываются? Здравствуйте, здравствуйте! А со мной вы что, не хотели познакомиться? Здрасте! Ну, смотрите, молодой, бодрый, между прочим, с прямой спинкой, Игорь, неужели у вас были проблемы? Ой, у меня с детства были проблемы. Плохо сидел когда-то в школе. За партой. За партой, да. И скривился позвоночник. Сколиоз поставили врачи-диагноз. Ну, вот, вроде не болело, не болело. По молодости не болело. А потом? А сейчас вот под старость стало так, что не в моготу уже. Ну, вот как? Что вы что-то делали? Может, физический труд какой-то или что? Ну, вот, как-то поехал вот в деревню, поколол дрова. И как меня... Прихватило? Прихватило. Не разогнуться, не согнуться. Хорошо бабушка там, ну, старенькая она жила. Ну, вот предложила мне, говорит, чаек, говорит, есть хороший вот боярышник. Замешиваешь с кипяточком. И в баньке попарся, чтоб расслабилась. Ну, да, да, да. С молодыми-то, с сельчанками. Да ладно, ну, не смущайте меня. Ну, попробовал. Начал немножко отпускать, да. Ну, потом вроде забросил. Ну, 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 забрасывать нельзя. А потом опять, как прихватило, и тут я уже все, решил заняться регулярно. Купил гантели тоже дома, чтоб зарядочкой заниматься. А, то есть не только чаек надо пить, да, еще и упражнения. Ну, чтобы упражнения, да, чтобы, ну... Мы сразу... Мы сразу... Да, ну, не сразу, месяца через два только вот. Почувствовал, что уже... Процесс пошел. Да, полегче, полегче стало. И разгибаться, сгибаться стал. Ну, вот сейчас себя чувствую, вот, как видите. Нормально. Да, так а может мы-то давайте тогда приготовим и потанцуем, Игорь? Да? Рази Бога. Рази Бога, отлично. Давайте, что там бабушка вам насоветовала? Ну, вот, зверобойчик. Есть такая. Давайте к нам его сюда. Так, чебрец. Угу. И боярышка. И боярышка. Вот у нас. Так, Игорь, а вы пока отдайте мне кипяточек. Так, кипяточек, вот он. Геннадий Петрович, как вы учили? Правильно. Щепоточка. Щепоточка. Ну, по щепоточке. По ложечке? По ложечке или по щепоточке, да. Так, и этого, да? Да. Все в равных пропорциях. Так. Один есть. Заливайте. Заливаем водичкой. Так, не спеша водичку заливаем. Водичку лучше все убрать родниковую, чтобы она такая была хорошая, природная. И еще. Еще немножко. Настоять. И запарить надо. Да. И знаете, сколько надо вот запаривать, чтобы получился нормальный чай. Сколько? Как правило, как только в нашем все чаинки опустятся на дно, это говорит о том, что у нас произошла полноценная заварка. Геннадий Петрович, пока у нас тут чаинки все не заварятся, да, давайте мы еще нашего Игоря попытаем. Видите, какой он молодец. Взялся за ум, начал какие-то принимать меры. Как часто вы пили этот чай? Ну, я его пью утром. А, и до сих пор пьете? Да, утром пью и стараюсь пить вечером. По чашечке? Да, потому что в обед у меня не получается, я сейчас работаю. Ну, на работу я беру иногда термус с собой, но не всегда получается, так чтобы утром и вечером это всегда. Правильно. Правильно, правильно, это очень хорошо. А это вместо чая вы пьете, ну вот обычного? Да, вместо чая. О, это правильно же, да? Да, зверобор он вообще как такой, ну, когда натянется, вот увидите, цвет будет очень даже красивый. Ну, цвет уже у нас красивый такой, действительно золотистый, солнечный. И вот как раз почему этот чай? Он не столько действует там на позвоночник, он вообще общий укрепляющий этот чайочек. Он укрепляет весь организм. И за счет этого у нас получается общее оздоровление организма. Кстати, а вы знаете, вот почему вот этот вот сколиоз, сколиоз это искривление позвоночника? Почему она возникает? Чаще всего она возникает в детстве. Действительно, когда человек сидел. Когда позвоночник только формируется, он еще растет. То есть детки сели неправильно, вот так вот. Или вот так вот это все. Так оно и было. Да, так у нас у каждого это было. А до скольки лет у нас все-таки есть еще шанс посидеть прямо, чтобы потом не страдать уже в голове? Как правило, до 20-25 лет у нас идет формирование позвоночника. То есть в это время особенно надо следить за своей осанкой, чтобы мы правильно сидели. Вот. Если вдруг у нас возникнет сколиоз, что такое? В одном месте много, в другом месте мало. То есть из-за того, что искривление произошло. Орган может сдавливаться. А если орган сдавливается, он неправильно начинает работать. И, конечно, со временем, кстати, и позвонки неправильно друг на друга давят. Где-то больше, где-то меньше. Боль ужасная. Вот. Когда в молодом возрасте это не ощущается еще. То есть в молодости все у нас... Кино, домино, там не до этого. Вот. А с возрастом вот эти все проблемы усугубляются, потягонечку давят. Где-то идет износ больше. И как только вы взяли и рубанули, там нагрузочка сразу раз, хоп, нерв защемил. Когда мы с вами сидим, то в первую очередь не надо скрещивать ноги. Надо сидеть прямо. В смысле вот эта вот элегантная нога на ногу, вот эта вот поза. Да, это не пойдет. Прямо ножки у нас стоят, чтобы ступни опирались о пол. То есть чтобы доставали ноги до пола. И доставали обязательно, чтобы они не висели. Чтобы у нас локти тоже, если мы работаем за столом, за партой, то есть опирались на пол. Вернее, опирались на стол. Значит, что касается, особенно на позвоночник, очень сильно влияет то место, на котором мы спим. То есть кровать. Вот я на мягком спал. Ну вот, потом мне посоветовали, сейчас я сплю на жестком. А еще лучше, знаете, что без подушки. Без подушки, нет, ну подушечка маленькая есть, так, чтобы ортопедическая. Вот подушечка должна как валик, как раз вот здесь вот под шейку должно быть. А почему? Вот почему? Все-таки это же, во-первых, очень неудобно спать совсем без подушки. Там уже привычка с детства. Я сколько раз пыталась, у меня не получается. Когда будет болеть, вы сразу все поймете. Когда не повернешься ни на бок, ни так, только вот прямо и на жестком. Потому что когда я раньше спал на перине, я, естественно, у меня была расслаблена поза. Ну да. На мягкой перине просто-напросто идет чрезмерно, как бы сказать, человек во сне расслабляется. И чрезмерно его позвоночник, вот, бумага говорит, принимает все эти изгибы перины. Он просто-напросто, не получая опоры, проваливается. Получается, где-то он провалился, где-то он там вжался, где-то ниже. А кровать все-таки должна быть вот полужесткая. Это самое... То есть она так тренирует, да, что называется? И, кстати, вставать я сейчас покажу, как надо вставать. Да, давайте посмотрим. Игорь, вы тоже посмотрите. Вот мы с вами спим. Вот наша кровать. Вот, то есть мы с вами ленили. Заснули, да? Заснули. Так, вот я прихожу вас будить. Геннадий Петрович, миленький, вставайте, у нас эфир. Вот это очень хорошо, вот так надо. То есть ни в коем случае вот так. Быстро, быстро, через 5 минут эфир. Так нельзя. Это все, можно упасть. Надо вставать следующим образом. Вот как Катенька говорит. Еще раз. Да, давайте. Вам понравилось, да, я смотрю? Да. Геннадий Петрович, миленький, у нас эфир через 5 минут. Хорошо, Катюша, хорошо, хорошо. И услуга полтора часа. Вот, сначала потянитесь, ножки все так прогнитесь хорошо. И потихонечку ножки сначала. Потом вот поднялись. Посмотрим. То есть не спеша. Да. Вот. А чем чревато, если вы подскочите? Как вот солдат, между прочим. Вы же в оба служили. Знаете, как в армии? Подъем за 40 секунд. Дело в том, что еще человек молодой в армии, естественно, у него с кровеносными сосудами все более-менее в порядке. Как правило, у пожилого человека далеко уже не в порядке. И кровяное давление не может сразу же нормально распределиться по всему организму. Поэтому, когда человек резко вскакивает, у него может оказаться голова, грубо говоря, без крови. И он упадет в обморок. Поэтому так встали, посмотрели не спеша, раз, и встали. Вот. Ну, пойдемте, Геннадий Петрович, проснулись. Пойдемте поработаем теперь еще. Поработаем немножечко. Игорь, давайте как на исповеди. Вот будьте с нами честны. Вы курите? Да, я курю. Геннадий Петрович, это как-то сказывается на здоровье позвоночника Игоря? Вот смотрите, что происходит, когда у нас человек подвержен таким вредным привычкам, как курение. Курение вроде бы напрямую не действует на кости. Да, можно сказать, что тут такое? Но, тем не менее, никотин действует на сосуды. А эти сосудики сужаются. А что делают сосуды? Они питают мышцы, которые расположены вдоль позвоночника. А раз они уже плохо питаются, значит, они ослабевают. И все, пожалуйста. И начинаются у нас проблемы с позвоночником. Чем питать надо наш позвоночник? Что есть, другими словами? Что есть? Очень важно, чтобы у нас были такие продукты, которые содержат микроэлементы, нужные для построения позвоночника. То есть? Как правило, все говорят кальций. Кальций, кальций, кальций. Кальций – это из молочных продуктов, чтобы у нас был. Но, оказывается, кальций должен быть еще и кремний. Чтобы лучше усваивался, точно? Правильно, чтобы лучше усваивался кальций. И чтобы наши связочки были эластичные. Пусть кости будут крепкие, а связочки эластичные. Значит, если у нас кальций содержится в основном в молочных продуктах, то вот кремний, он в основном содержится больше в овощах, больше в травах. Допустим, в таких травах и продуктах растительного происхождения. То есть, например, творожок с укропчиком, вот я знаю, есть такая закуска такая. Это самое то, да? Есть, есть, есть. Но я предпочитаю салатики. И мы с вами сделаем такой полезный салатик, который можно использовать на завтрак. Вот, смотрите. А вы сами едите такой салатик? Ну, а как же, Катюша. Если бы я не ел, я бы не знал, как он работает. Мы с вами берем сельдерей. А это не грековато для завтрака? Сельдерей? Да. Катюша, вот когда так спрашивают люди... Хочешь вам дарить прямо? Нет, зачем быть. Они просто-напросто не пробовали. А сейчас мы с вами сделаем, попробуем, и ты вынеси свое решение. Да пробовала я ваш этот сельдерей. Сельдерей пробовала? Правда, у горьких. Для меня это очень такой мощный вкус. Сельдерей не горький. Сельдерей не горький. Вы ешьте, Игорь? Да, это вот. Сельдерей ешьте, да? Нарезали сельдерейчиком. Много не надо. Ну, вот так вот. Где у нас мисочка? Вот она у нас мисочка. А что-то еще будет в этом салате, да, у нас? Конечно, мы еще сделаем. Так. Вот. Так. Раз. Кстати, мы сюда добавим, так как мы мужчины, места. Да, мы это все втроем мужчины. Это все в говядинке. Знаете почему? Потому что в говядинке меньше жира. Вот она как раз она, завядинка, да? Постная. Постенькая, хорошая, только что отварилась. Ничего себе такой завтрак? Мясо. Ну, я много. А вот как раз мясо усваивается тогда хорошо, когда много овощей, свежих овощей. А мясо на завтрак, я все не уймусь. Нет, ну смотри, сколько мы мяса-то добавляем сюда. Немножечко. То есть мы мышки килограмм добавляем, а мы так примерно грамм сто добавили. Вот. Хорошо, убедили. Дальше что? Так, и сюда раз, леса. Вот, кстати, далее, где у нас содержится кальций? В сыре. Сыр фета. И мы ее берем. Можно взять брынзу. И так же только раз порезали. Одним словом, берем любой мягкий сыр. А вот вы сказали, что это для мужчин полезно, потому что говядина, потому что мясо. Ну, для женщин же такое тоже. А для женщины полезно вместо говядины корочку, грудочку. И вместо сельдерей огурчик. Можно, можно и огурчик действительно. Вот так. Так, это заправляем чем-то? Вот. И смотрите, тихонечко. Ага. Теперь оливковое масло. И еще у нас, видите, есть салатик. Давайте сюда. И лучше всего порвать его руками. При этом представляю, как он пользу нам приносит. Вот. А для того, чтобы мы не использовали соль, мы с вами берем грейпфрут. А что, он же не соленый. Где связь? Он не соленый. И в качестве заправочки мы используем сок. Игорь все знает. И получается у нас великолепный салат. Так, давайте нам три ложечки. Так, вилочки мешай. Вилочки, ложечки, все нам дайте. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Опа, нате. Держите. Вот, а я ложечку. Ну. Чтобы вам побольше досталось ложечку. Да, давайте. 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 Давайте попробуем. А, уже судна побежала. Хорошо. О, с кусочком мяса. Ой. Ну, видите, какие жадные, а? Ммм. Ммм. Геннадий Петрович, мне надо бежать. Ну, давайте. К нашим следующим гостям. Вкусно. Которые тоже нам обязательно расскажут что-то о спасении нашего позвоночника. Одна просьба. Мальчики, хоть чуть-чуть оставьте. Хорошо. Договорились? Да, да, да. Хорошо. Вы смотрите Восьмой канал. С вами Екатерина Абревко. И Геннадий Малахов. И тема нашей сегодняшней программы «Укрепляем позвоночник». По результатам исследований, жалобы на боли в спине становятся поводом для обращения за медицинской помощью у 70-80% от общего числа всех посетителей поликлиник. А сколько людей бездарно упускают время, бесконечно откладывая визит к специалисту в надежде на то, что спина, ну, как-нибудь сама пройдет. Наш следующий гость, певец Давид, не из таких. Здравствуйте, Давид. Проходите к нам в студию. Доброго здоровьица. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго здоровьица. Добрый день. Здравствуйте. 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 Молодой, красивый и тоже страдаете. Вы же артист, вам нельзя страдать болями в спине? Ну, у меня вопрос от лица всего шоу-бизнеса, потому что очень многие музыканты страдают этим, потому что очень часто мы выступаем на открытых площадках всяких, и зимой, и осенью, не имеет значения, и продувают спину. Лично у меня был такой опыт. Естественно, на площадочке зажжешь, пропотеет, что получается? Поры открываются, сквознячком прохватило, пожалуйста, мышечный спазм, боли в спине. Так у вас было? Именно так, и более того, меня схватило так, что я не могу выпрямиться, и посередине песни это было страшное зрелище. Ну, вы это, конечно, как-то обыграли. На какой фразе? На припеве, прямо на припеве схватило спину, я еле допел, и вот так выпал за сцену, и пришлось мне вызвать скорую, и сделали укол. И после этого снял. Но хочу сказать, что после этого маленький сквознячок, и у меня часто болит позвоночник. Я даже хотел спросить вас, что вот по моим наблюдениям, если человек чем-то заболеет, не все болезни уходят, невозможно их вылечить. Их можно только удержать как-то, да, вот лечить, но они не уходят. Давид, оказывается, я понял ваш вопрос, можно и действительно удерживать, а можно и вылечить. Дело в том, что когда человек простывает, то что происходит? Поры открываются, и болезнетворно энергия холода входит. И потом она как бы там стоит, и как чуть человек, опять у него поры открываются во время очередного сквознячка, она опять туда раз, и все получается. Как тигру засадишь, дала. Что в этом случае важно сделать? Важно пропариться хорошенько, чтобы поры открылись, и через поры эта энергия вышла, была вытеснена жаром банным. А потом, когда будете перед тем, как выходить на сцену, вообще вот возьмите себя, особенно в холодное время года, смажьте поясничку, смажьте свое тело каким-нибудь маслом растительным, лучше всего оливковым. Она поры закрывает, и вроде бы вспотели, а поры закрыты, и холод не проникает. Вот, и вы будете сохранять свою спинку здоровым, меньше будете вообще мерзнуть, лучше себя будете чувствовать. Ну я знаю, что у Давида есть что такое, кое-что поинтереснее растительное масло, да? Надеюсь, вы одобрите это, потому что... Посмотрим, не знаем. И да, теперь очень строг. Мне самому посоветовали это, и в принципе я не жалел, как-то я удерживал эти боли. Все это готовила, конечно, моя девушка, но то, что я помню, я могу рассказать. Давай, давай, давай. Попробуйте. Со местными усилиями мы заменим вам девушку на эти 5 минут. Лично я сам первый раз это готовлю, поэтому с вашей помощью сейчас мы все делаем. Давайте, что нужно брать, что нужно делать? Значит, нужна свежая крапива. Вот она у нас крапива есть. А, жгучая. Ой. Да, отлично. Стебли одуванчика с цветами. Есть. Вот они. Красавцы. Маслица есть ли у нас? Пожалуйста. Маслица есть. Вот, и нам нужен комбайн. Так, то есть мы все это будем перемалывать в комбайне? Потом нужно это все в баночку и обматать темным скотчем, чтобы было там темно. А, чтобы свет не проникал, да? Да, свет не проникал, и это должно стоять 30 дней. А, то есть мы будем делать настойку на растительном масле из крапивы и одуванчика. Совершенно верно. Давайте делать. Вы позвоните пока своим, скажите, что домой через месяц только придете. Нам же надо на вас опробировать. Хорошо, я иду. Хорошо, давайте, с вашей помощью. Да. Давайте, давайте. Я как восточный мужчина, я готовить не умею. За меня все это делаю. А я как невосточная женщина тоже не умею. Хорошо, значит, мы с вами берем крапиву. Да, один к одному. И мы с вами включаем агрегат. Ось, мальчики-то берегите. Это у нас свежая крапива. Вот, вот, пошел, пошел, отлично. Давайте, Петр, давайте одувальчиком ее. Теперь одувальчики. Все береги одувальчиков. Это еще. Видите, дома не заменим не только комбайн, но и мужчинам. Ну и Геннадий Петрович. Ну а что она не хочет? Немножко трудоемкая работа, но зато здоровья. Цены нет. Достаточно такого количества? Или нам еще надо чуть-чуть? Сейчас, да, мы не будем все готовить, конечно, но надо запомнить, что на 300 миллилитров вот этой смеси надо 100 грамм оливочного масла. Да, перемешиваем. Так, оливковое масло, пожалуйста. Да. Такой цвет, конечно, странный. Перемешиваем, настаиваем. Настаиваем. А полынь? Ну, зрители запомнят, я надеюсь. Полынь сюда добавляем? Ага. Полынь обязательно. Вот. Это самый главный ингредиент. Полынь. Отлично. А сколько полынь надо вообще? Все один к одному. Один к одному. Крапива. Ага, хорошо. Одуванчики. И в темное на 30 дней ставим. На 30 дней. То есть мы сейчас с Геннадием Петровичем и Давидом удаляемся в какую-нибудь кладовку и через 30 дней только возвращаемся. Правильно? Согласен. И натремся уж. Что потом вы делали? Вот вам отдали вот эту баночку уже с этим отстоявшимся отваром. Приготовлено? Да, приготовлено. Да, естественно, мазать и держать. Мазать где? Мазать где болит? Там, где болит, конечно. Все это должно проникать через поры. Ага. И это согревающее вещество. Мне очень помогло. Да? Да, очень помогло. Пока... Спазм она хороша, потому что вот именно полынь способствует тому, что быстрее все это размягчает, смягчает. Спазмы различные. Естественно, масло туда идет. Масло является тем веществом, которое все это убирает с себя и проносит через кожный покров внутрь организма и вызывает лечебный эффект. А уже вот эти все ингредиенты, которые мы здесь растворили в масле, а именно сок, одуванчик, полынь, вот это все уже действует. То есть вы одобряете. Профессионалы одобряете. Да, но я поздравляю, это победа. Хорошо, хорошо. Геннадий Петрович, но не соком же единым жив человек. Может быть, какие-то мы там давайте уже свои упражнения, попрыгаем с Давидом. Вот именно, вот именно, оказывается, жив-то жив человек, но для того, чтобы он проявлял свою жизненность, ему нужны упражнения. Позвоночники вообще, суставы любят упражнения. Особенно позвоночный столб, так как расположены длинные мышцы, их надо постоянно тренировать. И чтобы различные движения в нем были, чтобы он, знаете, не становился черствым. И я сейчас как раз вам покажу интересное упражнение. От слов к делу. Геннадий Петрович, я вам хочу сказать, что Давид уже к спорту какое-то отношение имеет, потому что я пару раз тогда трону слегка до его руки, а там я вам скажу, металл. Это хорошо, хорошо. Правильно, надо собой заниматься. А если только лежать и мазать какие-то вещества, не поможет, надо тренироваться. Вот, абсолютно верно. И я показываю упражнение. Кто будет делать со мной? Давид. Вы. Давид. Давайте вместе, если это юбка позволит. Напротив меня как раз вы будете. Уже еще тоже болит позвоночник. Смотрите, упражнение следующее. Мы с вами тренируем позвоночный столб. Опа, видите, как он. Тренируется он вот таким вот образом. И раз. Видите, прогибания идут. Давид, прошу. Как раз укрепляют мышцы. Делаем шесть-восемь раз. Смелее, смелее, дави. Давайте. Это первое упражнение. Да, Геннадий Петрович, дави еще. Значит, надо запомнить. Это как отжимание, в принципе, получается. Да, только надо поднимать. Лицом можете ко мне встать? А вот так? Да. А я вот, как бы сказать, вот так, чтобы лицом. Ага. А это так вот. Немножечко туда дальше. Давайте. Господи, нет мне места, наверное, в празднике жизни. Я готов. Давайте. Давайте. Три-четыре. Да, и начали. Раз, два. Раз, два. Геннадий Петрович, а давид как-то, мне кажется, не сильно прогибается и поднимает. Вот. Да, и поднимаете. Ого. Надо чувствовать. Подождите, подождите. Вы поделаете, а Геннадий Петрович оценит. Еще давайте. Честно, чувствуется. Чувствуется. Давайте, Геннадий Петрович, посмотрите. Раз. Отлично. Вверх. Два. Вверх, выше, выше, выше. Еще выше. Вот так нормально. Опять. Раз. А кто вам обещал, что будет легче? Ого. Сюда заезжай. О, мышцы на ротах. Пошла. Отлично, хватит. Браво, мышцы работают. Отдохнем немножечко. Следующее упражнение. Следующее упражнение на скрут. Примерно то же самое, но скручиваем. А именно, становимся так, да? И пошли. Раз. Ага. А, боковые. Два. Мышцы. И три. И еще разок. Я понял. И четыре. Опа. А, так же не стесняемся. Я понял. Горку делаем? Значит, боковые уже работают. Пошли. Да, 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 да. Может, снимите вы его, этот пиджак? Боюсь, испугаетесь. Нет, такого мы, знаете ли, не пугаемся. Значит, вот. Раз. Да. Боковые. Выше таз, выше таз. Два. Два. Выше таз. Вот. Три. И еще выше таз. Четыре. То есть здесь важно все. Здесь важно плечами вот сюда подходить. Ага. Да? Согласен. Геннадий Петрович, покажите, чтобы я тоже могла поучаствовать. Давайте. Дамам. Здесь, к сожалению, все упражнения идут все-таки-таки, сидя. Следующее упражнение для того, чтобы расслабить позвоночный стоп, оно делается вот таким вот образом. Вроде мы с вами сели, но сели не до конца. А именно раз. И получается, смотри. Раз. А-а-а. То есть в джинсах не смогу повторить. Хорошо. От маска защитная. Вот это упражнение уже способствует расслаблению. И животик тренирует хорошее. Да, да, да. И последнее упражнение, которое способствует еще укреплению, это вот интересно такое. Мы с вами, смотрите, вроде вы как бы легли, а потом делаем ногами движение. И так, оп-па, видите? То есть перекатываемся так. Оп-па. То есть как бы рывочек ногами. Оп-па. Подбрасываем. Вот. Оп-па. И даже старайтесь не встать, а как бы тут за счет рывка идет. Толчка этого, да? Так, вот. Оп-па. Оп-па. О-па. Оп-па. Тянется позвоночный стоп. Во-во-во-во-во-во-во-во. Давид, ну хочешь, что-нибудь вы еще все-таки повторите? Попробуйте это упражнение. Я просто в джинсах, мне будет очень тяжело. Я запомнил. Давай я вам помогу. Да нет. Давайте вместе. Нет, это будет порнографично. Давайте что-нибудь стоим, может быть. А у меня вопросик можно задать? Конечно. Вот то, что мы сегодня сделали, это ведь все народная медицина. А как народ, наши предки могли в таком-то, таком-то веке знать все, что полезно организму? Тогда же ведь медицина не так была развита. Ну, дело в том, что простейшие движения животных, которых они видели, они копировали. Ну, например, допустим, вот как там кошечка там расслабляется, или там, знаете, собачка подлазит, грубо говоря, под... Ну, не под забор, а куда-то. Смотрите, вот как бы волна идет. Раз! Вот у меня так моя собачка, правда, растягивается. Опять. Два! Вот, видите, как? Вот. И очень важно то, что... Вот, вот, знаете, как подлазим. Раз! Вот оно, правильное движение, волна. Вот. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! И плюс, конечно, натуральное питание. Все питались травками, то есть народ подмечал. Ага, там, допустим, заболело животное, ничего не ест, а пошел там в поле, и какую-то травку живет. Травку собак едают часто, делают. Да, инстинктивно, само нашел. Там, кошечка, собака, там, корова, лошадь. И думают, а почему бы нам эту травку не пожевать? Пожевали, польза есть. Ага, если вот заболело животное-то, вот-то-то, вот-то, и, например, человек, если этим заболел, она будет соответствовать. И так они все это принимают. Надо верить в то, что уже проверено, правильно? Да. Это опыт веками накопленный, да. Согласен. 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 Я впечатлен. Огромное вам спасибо. Ну, вам все понравилось? Вы запомнили упражнение? Да. Да, все наизусть. Обещайте нам их выполнять. Ну, конечно, в моих интересах. Да. Кстати, вы пришли, собственно, с миссией спасти шоу-бизнес. Теперь вы поняли, как это сделать? Да. То есть шоу-бизнес в ваших крепких накачанных руках. Держитесь, ребята. Вы спасены. Вы спокойны. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Я впечатлен. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо. Ну, а мы вернемся. Геннадий Петрович, что я вам хотела сказать. Что у нас уже стали в редакцию приходить письма. Зритель наш верный, благодарный, смотрит нас. И вот первое письмо от Анны Николаевны из Нарфаминска. Она очень интересуется, как можно в домашних условиях очистить воду. В домашних условиях можно использовать несколько вариантов очищения воды. Самый простой и лучший, который делает целебную воду, это вы берете воду прямо из-под крана. Отстояли ее в течение ночи, чтобы ушел хлор. Потом эту кастрюльку ставите в морозильную камеру. Опять-таки на ночь. И пусть она у вас стоит. Как правило, если кастрюлька примерно на 3-4 литра, то за ночь она практически вся замерзает. А в центре остается такое углубление, где примерно со стакан такая водичка, не замерзшая. Что это за водичка? Вот эту водичку надо выбрасывать. Потому что когда лед замерзает, он выдавливает все шлаки именно в этот вот рассольчик. Он самый грязный. И вы вылили. Лед остается самая такая чистая вода. То есть мы его теперь растапливаем и вот эту воду употребляем. Это один вариант. Второй вариант. Вы идете по бережку речки и собираете кремнии. Такие камушки, которые беленькие, знаете, когда их друг от друга отчеркаешь, получается искра. Вот эти кремнии. Вы собрали кремнии, положили в трехлитровую банку стеклянную. Примерно, чтобы у вас грамм 100 хотя бы было этого кремния. Залили тремя литрами воды, настояли буквально в течение двух-трех дней. Все, вода становится чистой и вы ее пьете. Потом просто половинку отпили, долили новую. И так продолжаете. Кремнии не изнашиваются и делается постоянно вода. Кстати, у меня так дома, все мои коты, которые живут дома, они пьют воду из фонтанчика, где имеются кремнии. Где имеются кремнии и шунгит. В смысле, что они сами инстанционно пришли к этой водичке? Они приходят и лакают. Такие умные коты у Геннадзи Петровича. И еще что можно делать? Можно обеззараживать водичку. Это мы берем примерно литр воды. И туда кунем такую маленькую чайную ложечку серебряную. Либо кладем монетку. Ну, примерно, знаете, там полтинники были раньше. А колечко, сережки, что? Можно действительно положить какой-то серебряный предмет. Но лучше всего не тот предмет, который мы носим. Потому что если мы носим, это уже не то получается. То есть таким вот образом мы делаем нашу воду. Чистенькой. Чистенькой. И пригодной для питья. Ну, и в конце концов, если уже вам срочно надо сделать воду, то вы можете использовать активированный уголь. Вы его покупаете в аптеке. Значит, пасечку другую положили. Залили опять-таки 2 литра воды. Вот. Настоялся он у вас буквально такие ночи, сутки. И эту воду можно использовать. Ну, я думаю, что Анна Николаевна полностью удовлетворена. Все ее вопросы, да, вы рассказали очень просто обстоятельно. Как очистить воду. Но я думаю, что и те, кто сегодня прильнул к экранам в надежде узнать, как спасти свою спину, свой позвоночник, тоже получили абсолютно все ответы на все вопросы, которые у них были. И, кстати, если у вас будут вопросы, то вы смело можете их задавать по электронному адресу, который вы видите сейчас на экранах. А также вы можете писать письма прямо нам с Геннадием Петровичем по адресу. Москва, улица Академика Королева, 21, 8 канал, программа, в гостях у Геннадия Малахова. Индекс 127-427. И вообще следует помнить, что ваш позвоночник менялся на протяжении многих лет. И нельзя всего за один день сделать его здоровым и молодым. Запасайтесь терпением и упорством. Если человек станет подобным образом забудется о своем позвоночнике, то он и в 70-80 лет будет здоров, энергичен, будет обладать ясным умом и трезвой памятью. С вами были Геннадий Малахов и Екатерина Абревко. Оставайтесь на восьмом. Доброго вам здоровья, собородности духа и хорошего самочувствия. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok